Продолжение следует... Оборудование в производстве сгруппировано в зависимости от типов процессов, которые на нем выполняются. В частности, сзади меня находится участок фотолитографии. Чтобы на пустой пластине диаметром 200 мм появились микросхемы, она должна пройти более 500 операций технологического маршрута. Это цеха нового зеленоградского предприятия «Ангстр-МТ». Оборудование, которое здесь установлено, позволяет изготавливать чипы с топологическим размером 90-130 нанометров. Конечно, современные и мировые лидеры способны выпускать продукцию размером 65 и даже 32 нанометра. Но для нас и это прорыв. Запустив производство, мы создаем необходимую инфраструктуру для технологического роста. Здесь использованы лучшие достижения в инженерии, лучшие достижения технологические. Но самое главное, что здесь созданы самые передовые инженерные условия для того, чтобы постоянно улучшать технологические возможности этого завода. Компания планирует, что на закрытие потребностей внутреннего рынка уйдет 40% продукции. Поэтому 60% собираются экспортировать. Дело в том, что технология 90-130 востребована в бурно развивающемся сейчас сегменте интернет-вещей, таких как умный холодильник или пылесос. Продукция компании «Ангстр-МТ» может применяться во многих секторах высокотехнологичных производств и крупных национальных проектах, как, например, в картах «Мир» национальной платежной системы. Отечественный рынок микроэлектроники сейчас очень сильно развивается, вводится новое направление, куда пойдет продукция этого завода. Это идентификация людей, паспорта, права, удостоверения, чипование различного рода товаров и так далее. То есть этот сегмент, он вдруг появился. Для внешэкономбанка поддержка инновационных проектов – одно из ключевых направлений деятельности. Их доля в кредитном портфеле банка постоянно наращивается. При рассмотрении заявок на финансирование приоритет отдают тем, где есть развитие современного наукоемкого процесса. Мы, когда проводим экспертизу своих проектов в рамках рассмотрения проектов внутри банка, мы добавляем свои внутренние понимания, что такое инновация, но и в первую очередь относим туда то, что действительно несет в себе что-то новое. То есть применение новых технологий, патенты, внедрение новых разработок. Внешэкономбанк подключился к финансированию проекта «Ангстрэм-Т» в 2008 году. Учитывая важность этого проекта и особенности строительства высокотехнологичных производств, ВЭП постарался создать выгодные условия кредитования. Привлечение фондирования позволило предложить конкурентную процентную ставку, а срок кредитования составил 19 лет. Внешэкономбанк готов нас финансировать до 2027 года. Банк финансирует создание тока фабрики по производству микроэлектронной продукции, также строительство электростанций и всей сопутствующей инфраструктуры. Производство субмикронных полупроводниковых компонентов – процесс энергозатратный. Собственные электростанции… …используют два типа топлива. И впервые в Европе здесь применено легкое дизельное топливо в качестве резервного. Обычно такие двигатели работают на тяжелом топливе, на мазуте. Также Внешэкономбанк финансировал строительство отдельного цеха по подготовке особо очищенной воды и цеха по созданию специальных газовых смесей, необходимых для соблюдения технологии производства. Сегодня долгий процесс строительных работ завершен. Все оборудование установлено и подключено. Предприятие готовится к запуску полного цикла производства. Сейчас идет поэтапный запуск завода, начинает подключаться технологическое оборудование. На ряде станков уже возможно производство отдельных видов операций, которые сами по себе могут формировать уже положительный денежный поток для завода. На сегодня Внешэкономбанком поддержано 47 инновационных проектов в различных отраслях. Общий объем финансирования составил более 600 миллиардов рублей. Собственное производство микросхем налажено лишь в нескольких странах. Обычно локализуют проектирование. Для России действительно важно создавать собственные компетенции в этой сфере, в том числе, чтобы молодым специалистам было где работать у себя в стране. Подсчитано, что одно рабочее место в микроэлектронике создает 4 рабочих места в других отраслях, а один инвестированный доллар дает 100 долларов в конечном продукте. Продолжение следует...